Областная жилищная инспекция будет иначе выстраивать отношения с управляющими компаниями. Дело в том, что штрафы не помогают исправить ситуацию. У нас вышли законы, которые четко говорят, что инспекция должна заниматься в большей степени профилактированием правонарушения. Штрафы, они как таковы не нужны ни государству, ни собственникам, ни тем более управляющим организациям, они не нужны и нам. Штрафы это, знаете, это не исполненная просьба жителя, это не исполненная какая-то боль человека. А закрытие штрафа не получается. Надо просто это взять и устранить. Поэтому вот на это мы и нацелены. В следующем году самой большой проблемой станет ветхое жилье. Для организации коммунальной сферы это самые невыгодные объекты. Их нужно постоянно ремонтировать, а сборы не покрывают эти расходы. Поэтому управляющие компании отказываются от старых домов. Чтобы более крепкие дома постепенно не приходили в упадок, собственникам предлагают не жадничать при распределении, при определении размера взносов на их текущее содержание. И более активно участвовать в судьбе своего жилья. Только половина собственников на сегодняшний день поменяли свое мировоззрение. Только половина собственников пришло к тому, что он собственник. Что сегодня он что-то может, что он знает, что он умеет управлять своим имуществом. Это люди, которые умеют выстраивать свои отношения с управляющими организациями, депутатами, органами власти для развития собственного дома. Его ремонта, улучшение качества жизни. В том числе возведение детских площадок, городков, наведение порядка на придомовой территории, ремонт инженерных коммуникаций. Также они научились эффективно использовать общедомовое имущество и извлекать из этого прибыль. Продолжение следует...